Выдвигаем в депутата муниципалитета 6-го созыва по единому избирательному округу 20 человек. Патриоты России первыми из основных ярославских политических игроков определились с претендентами на места в муниципалитете. Бороться за них от патриотов будут 20 человек, причем 6 из них беспартийные. Кандидаты будут выдвинуты в каждом из 19 избирательных округов. Как неожиданно для себя выяснили партийцы, заявиться не во всех округах им просто нельзя. По тому закону, который провела под себя, как мы считаем, Единая Россия, мы вынуждены были выдвигать кандидатов по спискам, по партийным группам, по всем 19 вот этим группам. И насобирать вот таких людей 19, как сейчас требуется, но ни одна партия не в состоянии. 3, 4, 5, 6 человек вот таких компетентов. А все остальное, как говорится, от лукавого. Партийцы сетуют, что на всех претендентов на кресло в муниципалитете необходимо подготовить целые папки документов. Бумажной работы столько, что, похоже, с ней могут справиться не все партии. 25 партий имеют право в Ярославле принять участие в этих выборах. По мнению председателя Гурсберкома, он это открыто говорил, Андрей Бурьяноват, и он считает, что зарегистрироваться удастся, вот собрав все эти документы. Ну, 7, 8, 7, 8 партий. Я считаю, что и этого-то, скорее всего, не будет. 5-6 от силы, потому что очень тяжело пройти этот барьер. Партийный избирательный фонд законодательно лимитирован 6 миллионами рублей. Впрочем, патриоты говорят, что и такую сумму наскрести им будет непросто. Деньги на избирательную кампанию кандидаты намерены тратить исключительно личные. Утверждают, что никаких спонсоров у них нет. Под стать скромным финансом партия перед собой ставит и задачи. Патриоты России будут довольны, если получат в новом муниципалитете хотя бы три места. В нынешнем городском ЗАГС собрании партия вообще не представлена. Яна Хромова, Максим Сушанов, Городской телеканал. Коридор еще есть красивый.